Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами живем в мире современных цифровых технологий. Когда, к примеру, отправить новое фото подруги в другой город или даже страну, занимает всего один клик и пару секунд. Толстые фотоальбомы сменяют лайв-порталы и виртуальные странички, где можно обмениваться мнениями, событиями или новыми фотографиями. А что, если из электронных фотографий сделать красивый видеосюжет и поделиться с друзьями? Или сделать познавательный видеоролик на тему природные явления по предмету естествознания? Об этом и многом другом мы с вами поговорим на этом уроке. Итак, ребята, мы с вами начинаем изучать очень интересный раздел «Создание видео» и тема нашего урока «Видеозапись». Сегодня на уроке вы узнаете, какие программы используются для видеозаписи и на какие виды подразделяются видеоредакторы по способу использования. Сегодня вы научитесь определять устройства, используемые для создания и обработки информации. Ребята, вы уже знаете, что передавать информацию человек может с помощью различных способов. Это, к примеру, сообщения, различные сигналы, символы, изображение или звук. Давайте с вами вспомним, на какие виды подразделяется информация. Давайте посмотрим. Это у нас графическая информация, всевозможные рисунки, изображения, схемы. Звуковая информация, песни, музыка, звуки. Видеоинформация – это мультфильмы, кино, ролики и так далее. Текстовая информация – всевозможные буквы, символы. И последнее – это числовая информация, куда входят все числа. Ребята, видеоинформация – сравнительно новый вид информации, который постепенно проникает во все сферы человеческой деятельности. К виду информации можно отнести кинофильм, видеоклип, телепрограмму, рекламный ролик или вайн. Ребята вайны в последнее время стали очень популярны в социальных сетях. Что же такое вайн? Вайн – это короткая от 2 до 20 минут видеозапись. А вайнеры – это люди, которые снимают вайны и выкладывают их в соцсетях. Мы с вами разобрали понятие вайн. Это короткая видеозапись. Но что же входит в понятие видеозапись? Давайте мы с вами разберем. Видеозапись – это запись видео и звуковой информации. Видео можно записывать с помощью цифровых устройств. Например, снять на видеокамеру или мобильный телефон и затем обработать с помощью специальных программ. Сегодня любой человек может снять видео, имея смартфон, цифровой фотоаппарат или видеокамеру. Но не каждый сделает это интересно и качественно. Даже для любительской съемки лучше воспользоваться цифровым фотоаппаратом, способным снимать видео со звуком в HD или видеокамерой. Видеокамеры делятся на профессиональные, полупрофессиональные, любительские и экшн-камеры. Для качественной видеосъемки используют дополнительные устройства. Различные штативы, моноподы, лампы освещения, микрофоны, экран для хромакея и так далее. Ребята, давайте мы с вами посмотрим. Какие устройства? Это видеокамера, микрофон, колонки, наушники, звуковая карта, видеокарта и мобильный телефон. А теперь давайте посмотрим, какое назначение имеет каждое из данных устройств. Видеокамера – комбинированное устройство телевизионной передающей камеры и устройство для видеозаписи. Микрофон применяется для записи звука. Наушники – устройство для персонального прослушивания звука. Применяется, если необходима мобильность или звукоизоляция от окружающего пространства. Наушники в составе с микрофоном образуют головную гарнитуру. Колонки воспроизводят звуковую информацию со съемного носителя, с плеера, с компьютера, со съемного диска и так далее. Смартфон – это мобильный телефон с функциями карманного персонального компьютера. Звуковая карта – это устройство, позволяющее обрабатывать звук. Оно выводит на акустические колонки звук или записывает его. Видеокарта – составная часть компьютера, функцией которой перенести данные из памяти компьютера в виде доступного изображения. Для обработки видеоинформации применяются видеоредакторы. Видеоредактор позволяет работать с видеофайлами в зависимости от набора инструментов и его возможностей. Существует множество видеоредакторов, такие как видеопед, видеомонтаж, мувимейкер и так далее. Видеоредакторы, ребята, можно подразделить по способу использования на бытовые и профессиональные. Бытовые, их называют еще простые, это варианты программ, которые используются для бытового использования. Они имеют простой функционал и набор простых функций. Профессиональные обладают более широкими возможностями для детальной и более качественной обработки видео. Выполню с вами такое задание. Необходимо распределить устройство по типу ввода, вывода и обработки. Итак, ребята, устройство ввода – это микрофон, камера. Устройство вывода – это наушники, колонки. К устройству обработки информации относятся. Это видеокарта и звуковая карта. Ребята, вспомним программы, которые позволяют нам создавать и обрабатывать различные виды информации. Текстовая информация – это такие редакторы, как, к примеру, WordPad, Microsoft Word или текстовый редактор-блокнот. Числовая информация – обработчиком данных чисел является программа-калькулятор. Графическая информация – это такие редакторы, как Paint или TuxPaint. Звуковая информация – применяются редакторы, это AudioCity или звукозапись. И видеоинформация – к примеру, используем редактор VideoPad. Ребята, сегодня на уроке вы узнали, что такое видеозапись, с помощью каких устройств осуществляется видеозапись и какие программы предназначены для создания и обработки видео. Ребята, на этом урок закончен. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин